Компания Inolabs изначально была создана как компания, производящая игровые приставки, даже больше сказать устройства для игровых приставок, для того, чтобы сделать игры более интерактивными, более естественными, вместо того, чтобы просто нажимать кнопки двумя пальцами. Это изобретение было основано на датчике и сфере магнитной жидкости. То есть принцип работы был довольно простой. В полость помещалось инерционное тело в виде шарика, и оно зажималось со всех сторон магнитными катушками. То есть ферромагнитная жидкость имеет свойство создавать довольно плотный поток, и оно зажимает это инерционное тело по центру этого пространства. Если двигать этот прибор в таком состоянии, то инерционное тело, имея инерцию, пытается остаться на месте. То есть они таким образом давят на диполи, которые его зажали. Эти диполи разворачиваются, и, соответственно, так как это мелкие магниты, они меняют магнитное поле в катушках. То есть таким образом, измеряя изменения в электрическом потоке, мы получали такой трехмерный акселерометр, грубо говоря. То есть мы могли свободно записывать любое движение. И в 2003 году, в общем-то, делая серию презентаций, мы получили контракт от американской армии. У них была инициатива создания так называемого умного военного поля. Это такая большая программа. А укороченная программа звучала примерно так. Значит, им нужно было сделать совершенно реалистичный бой. При этом солдаты, естественно, не могут стрелять настоящими патронами. Но все должно быть как по-настоящему. На тот момент решение этого вопроса было сделано с помощью лазеров. Вешалась лазерная приставка под дулок. На солдат одевали костюм, которым были и татчики. И, собственно говоря, они стреляли. Но очень много негативных моментов у такого решения. Во-первых, есть баллистика у любого оружия. Лазер по параболе никак не светит. И поэтому было невозможно. И, опять же, с лазером можно было встать за куст. Уже не попадешь. А самая частая ситуация, солдаты, оставаясь солдатами, то есть брали грязь, просто замазывали свои датчики. И были непобедимы. И, опять же, лазеры, они довольно тяжелые, требуют батареек. Они таскали все это на себе. Очень тяжелая вещь. То есть необходимо было сделать такую систему, которая бы позволяла компьютеру знать в любой момент место расположения этой единицы боевой. Будь то танк, пушка, миномет, либо солдат. Знать, где он находится и знать, в какую сторону оружие было направлено в тот момент, когда был произведен выстрел. Вот прибор, который дает место расположения, это, скажем, GPS. Там дополнительные системы стоят для того, чтобы оно было еще более точным. А прибор, который показывает, куда направлено оружие, по-английски называется HRS. А по-русски называется гирогоризонт, который вы, собственно, можете наблюдать в любом самолете, когда вы смотрите на эту штуку, которая движется таким образом. То есть она показывает в пространстве векторное направление, куда это было сделано. И задача у них стояла сделать прибор, который будет очень дешевый, то есть чтобы у него энергия потребления была очень низкая, потому что нужно было избавиться от батареек, нужно было, чтобы это работало очень долго. И мы получили контракт, который дал определенный старт уже для нас, для компаний, не только как компаний по исследованию и созданию разработок, а уже рабочей компанией, которая продает товар. Я сейчас не помню точную цифру, по-моему, контракт был довольно длинный, в районе 5 лет. Цифра что-то между 4 и 5 миллионами долларов была профинансирована на разработку и на экземпляры, которые мы выдавали.